Годовая инфляция в Нижегородской области в сентябре этого года увеличилась до 5,4%, но при этом была ниже, чем в Приволжском федеральном округе – 5,5%, и России в целом – 6%. О динамике потребительских цен в регионе в сентябре рассказал начальник отдела регионального экономического анализа экономического управления Волговятского главного управления Банка России. Одна из основных причин повышения инфляции в регионе – это произошедшее ранее ослабление рубля. В результате в годовом выражении быстрее стали дорожать апельсины, бананы, груши, помидоры, так как значительная часть этой продукции поставляется из-за рубежа. Кроме того, на ряд зависимых от импорта непродовольственных товаров сохранялся повышенный спрос. В этих условиях продавцы быстрее поднимали цены в ответ на ослабление рубля. В том числе поэтому ускорилось удорожание легковых автомобилей и смартфонов. При этом в Нижегородской области продолжил снижаться годовой прирост цен на услуги. Среди них – услуги связи. Год назад сотовая связь заметно подорожала, потому что выросли цены на оборудование для обслуживания и развития сотовых сетей, а в сентябре текущего года цены на связь выросли в меньшей степени. До 4-4,5% годовая инфляция в стране снизится к 2024 году по прогнозу Банка России, а также будет находиться вблизи 4% и в дальнейшем. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.